Добрый день, коллеги! 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 сказала, что брать чужое нехорошо, или не сказала. Вот отсюда и растут, так сказать, все проблемы, корень всех бед. И с искусственным интеллектом, хоть это не совсем плагиат, и даже совсем не плагиат, искусственный интеллект генерирует абсолютно новые тексты, в которых может быть очень-очень мало реального, а больше все-таки выдумки. Ну да, у них оригинальность получается достаточно высокая. И вот искусственный интеллект ворвался в нашу жизнь, сейчас очень громко об этом говорят, и боюсь, что от искусственного интеллекта мы больше никуда уже не денемся. И вот вопрос, кто написал текст, человек или нейросеть, то есть сейчас и школьники, и студенты, и научные сотрудники могут вполне зайти в чат GPT и ИЖИ с ним, и написать какие-либо, сформировать какие-либо тексты, и потом кто же поймет, нейросеть это писала или же человек. И вот сейчас давайте с вами для себя попытаемся ответить на вопрос, можно ли допускать тексты с искусственно сгенерированными фрагментами или же целиком сгенерированной искусственным интеллектом в защите, к публикации. Я сейчас на экран выведу небольшой опрос. Пожалуйста, выберите прямо на экране вариант, который наиболее близок именно вам. Я призываю поучаствовать в этом опросе всех, кто это видит сейчас. Можно ли или нельзя допускать к защите публикации тексты ИИ, написанные не человеком, а сгенерированными, сгенерированные искусственным интеллектом. Вот в работу вставил кусочек или же половину своей работы сгенерировал. И вот напишите, пожалуйста, как вы считаете, выберите вариант. Да, это неизбежно или нет, нельзя такое допускать, это нечестно. Нас сейчас 68 человек в эфире, завершили голосование всего 19. Я еще все-таки какое-то время оставляю это голосование на экране, потому что нам надо сейчас самим тоже определиться перед самим собой. Это анонимное голосование, то есть никто ваши фамилии, имена не услышит, не узнает, не увидит, но все-таки понять такую общую тенденцию, можно ли допускать к защите публикации работы с ИИ-текстами. Прошла минутка. Пожалуйста, еще. Прямо на экране. И сейчас я уже буду завершать голосование, покажу результаты в виде диаграммы. Так, ну что же, полторы минуты прошло. Завершаю голосование. И сейчас хочется вывести результаты на экран. 26 человек говорят, что нет, это нечестно. 12 говорят, что да, это неизбежно. То есть никуда мы с вами не денемся от того, чтобы разрешать и допускать к защите тексты с искусственно сгенерированными вкраплениями, а то и целиком полностью вот эти тексты будут написаны искусственным интеллектом. Очень было интересно узнать ваше мнение. И сейчас тогда я продолжаю свою презентацию. Спасибо всем, кто поделился своим мнением. И вот сейчас я думаю, что пришло время обратиться к опыту, к тому, что в мире вообще происходит по поводу, как вот люди реагируют на тексты с искусственным интеллектом, с генерированными фрагментами. РГГУ, там, где была защищена первая работа, написанная с помощью чата GPT, вот здесь Российский государственный гуманитарный университет в начале этого года допустил к защите и поставил троечку. Следующая информация. В Токийском университете запретили научные работы, написанные чатом GPT, потому что считают, что студенты должны писать их самостоятельно. Китайская Народная Республика также согласна с Токио, и если использовались искусственные интеллектом, генерированные тексты, их эти работы не допускают, вернее, не получает студент-диплом. Получается, что по информации China Daily, ПКВСНП – это постоянный комитет Китайского собрания народных представителей. Они говорят, что будет соответствующий законопроект, нельзя использовать чаты для написания работ. А в Российской Федерации вот один из вузов МГПУ разрешил писать дипломы с помощью искусственного интеллекта. Его используют в обучении. Преподаватели давно нашли применение нейросетя. Когда вы скачаете эту презентацию, все ссылочки будут рабочие, вы можете ознакомиться с оригиналом этих статей. Так вот, мировая практика еще не сложилась. То есть абсолютно неоднозначное мнение. Кто-то говорит можно, кто-то говорит нельзя. И посмотрите, пожалуйста, на экран. Вот здесь у нас выдержки из рекомендаций группы редакторов общимедицинских журналов, участники, которые встречаются ежегодно, работают над едиными требованиями к рукописям. Ну, да, медицина. Там вопрос, не знаю, ошибки или же неправильного какого-то использования. Очень вот эта вот цена ошибки велика. То есть если медицина ошибается, то может человек просто-напросто погибнуть. Поэтому там действительно очень жесткие требования. И вот, например, из рекомендаций этого комитета редакторам такие слова. При подаче заявки журнал должен потребовать от авторов указывать, использовали ли они технологии искусственного интеллекта при подготовке представленной работы. Авторы, использующие такие технологии, должны описать, как в сопроводительном письме, так и в представительской работе, как они это использовали. И чат-боты не должны указываться в качестве автора, потому что не могут нести ответственность за точность, достоверность, оригинальность работы, а эти задачи требуют наличия авторства. То есть вот именно важно, чтобы люди не складывали, так сказать, с себя ответственность на искусственный интеллект. Искусственный интеллект – вещь интересная, как минимум, а как максимум может быть использована и в ту, и в другую, так сказать, стороны. И в плюс, и в минус, и для добра, и для зла. То есть сейчас очень важно сформировать собственное мнение к таким текстам, к таким работам. Из тех же рекомендаций комитета авторам. Люди несут ответственность за представленный материал, в котором использованы результаты технологии искусственного интеллекта. Авторы должны тщательно просматривать, редактировать результат, поскольку искусственный интеллект способен генерировать правдоподобные результаты, но на самом деле они неверные, неполные или предвзятые. Авторам не следует указывать ИИ в качестве автора-соавтора, не ссылаться на ИИ в своих работах. И авторы должны быть в состоянии доказать, что в их работе нет плагиата, в том числе нет изображений в тексте, в текстах и изображений, сгенерированных искусственным интеллектом. То есть все надлежащее авторство должно быть обеспечено, включая библиографические ссылки. И вот в начале, до того, как стартовал этот вебинар, может, кто-то из вас уже присутствовал на этой части, Татьяна Телегин, как раз делилась информацией, что искусственный интеллект создал, сгенерировал список литературы. И там не было ни одной реальной книги, ни одного реально существовавшего источника. Но список литературы был сгенерирован прекрасно. Также рецензентам комитет медицинский рекомендует вот такие. Вот выполнять действия группы редакторов. Рецензенты должны обеспечивать конфиденциальность рукописи, в связи с чем может возникнуть необходимость запрета, загрузки в программное обеспечение и другие технологии искусственного интеллекта, где конфиденциальность не может быть обеспечена. Рецензенты должны сообщать журналам, использовалась ли и если да, каким образом. И технология для облегчения рецензирования. Рецензенты должны знать, что искусственный интеллект может генерировать результаты, которые выглядят авторитетно, но неверные, неполные или предвзятые. Коллеги, мы несколько раз говорили, что презентация будет доступна для скачивания в конце вебинара. Итак, как же система антиплагиат поможет эксперту в работе с такими текстами, где потрудился искусственный интеллект? Вначале хочется спросить у вас, есть ли у вас уже опыт работы с системой антиплагиат? Если есть, напишите, в какой временной период вы уже знаете про систему. Например, работаю с антиплагиатом, можно скратить АП большими буковками, столько-то лет, или не встречался, не сталкивался, не работаю, или же работаю столько-то лет, месяцев, может быть, недель. Напишите, пожалуйста, в чате, как вы уже, насколько вы знакомы с системой антиплагиат. И что помогает эта система делать, мы разберем сейчас с вами. Работаю, Алена говорит, 5 лет, Наталья не меньше 5, Марина более 5, около 5, Оксана, Тамара более 5. Вот как интересно-то! Здорово! Вот такое 5 лет очень часто встречается. Алина говорит, что не один раз использовала, возможно, для проверки собственной работы. У меня такая догадка. У Надежды не было опыта общения с системой антиплагиат. Может быть, как говорится, это и хорошо, потому что вам не приходилось проходить сквозь... Не просто про систему сейчас речь идет, а про бюрократические препоны. К сожалению, систему антиплагиат очень часто используют а-ля микроскоп для забивания гвоздей. То есть нашу прекрасную, прямо скажем, систему используют для того, чтобы наказывать авторов, для того, чтобы не пущать, для того, чтобы портить жизнь буквально, потому что применение любого инструмента требует чтения инструкции. И у нас есть такие специальные инструкции, и приложения, и пояснения, и вебинары, один из которых вы сейчас посещаете, как работать с антиплагиатом и что она умеет и может эта система делать. Однако, как говорится, на постсоветском, можно сказать, пространстве очень такой интересный менталитет. Мы берем какой-то инструмент и начинаем его сразу же применять, а если вообще ничего не получается, как говорят, если вы перепробовали все на свете и ничего не выходит, попробуйте прочитать инструкцию. Так вот, антиплагиат тоже, как и микроскоп, забивая гвозди, бывает очень часто используют не совсем правильно. Вот, Таисия говорит, что в полной версии антиплагиат около шести месяцев работает, Елена около трех лет, Алексей года три, Евгения знает, но пока еще не использовала. Ну, что ж, если вдруг и придется использовать, если вы уже используете систему антиплагиат, мне бы очень хотелось, чтобы эта наша система вам помогала для решения ваших задач. И вот антиплагиат действительно очень высокотехнологичная интеллектуальная система. Вначале хотелось бы, прежде чем дойти до искусственного интеллекта, рассказать о том, какие новшества системы антиплагиат появились буквально за последний год-полтора года. Расскажу об этом, расскажу об искусственном интеллекте. Ну, во-первых, антиплагиат не стоит на месте и постоянно меняется для того, чтобы пользователям было более удобно, интересно, полезно, с экономией времени работать в нашей системе. И вот у нас появился обновленный дизайн полного отчета. То есть миллионы источников, чтобы было удобно изучать, для экономии времени, для удобства. Теперь внешний вид системы антиплагиат выглядит, вот полный отчет, теперь выглядит вот таким образом. Кто уже видел новый вид, внешний вид полного отчета, нажмите, пожалуйста, огонечек. Потому что, может быть, вот хоть работаете несколько лет уже, но новый вид еще пока не, с новым видом пока не сталкивались. Ах, нет, есть такое, 10 огонечков зажглись, зажглись 10 огонечков. Значит, для чего новый вид был придуман? Здесь более наглядно представлен список источников и результаты проверки вынесены наверху. Они всегда будут вам доступны при пролистывании странички. И система антиплагиат, подчеркиваю, так сказать, выделяет а-ля маркером таким, да, высвечивает хайлайтером, цитирование зеленым цветом, совпадения, те, которые не оформлены как цитаты или не являются самоцитированием красным, и самоцитирование желтым. То есть в системе антиплагиат зашиты некие алгоритмы, которые определяют цитирование, самоцитирование, совпадение и оригинальный текст. И вот эти вот проценты высвечиваются в результате подсчета. Единственное, что мы на всех-всех-всех вебинарах говорим, что результаты, созданные системой антиплагиат автоматически, являются предварительными, потому что окончательное решение будет принимать все-таки человек-эксперт. И вот новый вид внешнего отчета, новый внешний вид отчета полного позволяет эксперту более быстро изучать тексты. Затем, когда мы раньше загружали в систему антиплагиат документ, на стартовой странице в титульном листе, то есть библиографии, были выделены фрагменты, которые влияли на процент, но не являлись частью чего-то важного. То есть на титульном листе название вуза, название диссертационного совета при каком-либо, при какой-либо организации могли быть высвечены системой антиплагиат красным цветом. Так вот, сейчас реализован поиск заимствований с учетом структуры документа и будет проверяться только смысловая часть, а технические фрагменты разделы текста будут игнорироваться. Как это выглядит? Когда вы загружаете документ, можно снять галочки с титульного листа с содержания, с библиографии и с приложений. То есть вот такие вот технические части документа никаким образом не будут влиять на проценты. Проверяется только основная часть, изучается именно этот смысловой фрагмент, главный кусок работы. А титульный лист, содержание, библиография, приложение убираются из проверки и при этом заметьте, человеку, эксперту нет необходимости вырезать из файла эти структурные части. То есть заниматься художественным вырезанием по файлу не нужно. Тоже экономия времени. И как это затем выглядит? То есть, например, посмотрите, если вы не сняли галочку с библиографии, то вся библиографическая вот эта вот страница 2-3-50, весь библиографический список будет помечен зеленым цветом. Почему это сделано зеленым цветом? А для того, чтобы не быть красным. Ну, это вот те, кто посещали наши вебинары. Кстати, если вы посещали наши вебинары именно от компании Антиплагиат, не совместно с Директ Академией, а вот только антиплагиатовские, тоже можно поставить в чате количество вебинаров, которые вы про антиплагиат послушали, посмотрели. Один, два, пять, просто число. Напишите, пожалуйста. Ну, да, Таисия? Ах, Таисия Нечаева, знакомое имя и фамилия. Спасибо. Наталья Митина, много, Иван Карабин, ой, даже не знаю. Хорошо, то есть вы уже знакомы с системой и с преподавателями, скажем так, из учебного дарижского центра, да, не понаслышке. Два, много, не было у Надежды Носковой такого опыта. Галина знакома. Хорошо, хорошо. Так вот, на вебинарах мы рассказываем, да, что библиографический список действительно влияет, вот этот вот фрагмент библиографии идет в цитирование. Чтобы не было в совпадениях. Но, ну вот, насколько это правильно оставлять библиографию для подсчета вот этих вот результатов? На самом деле очень важно, чтобы библиография не мешала. И ее мы не вырезаем из файла, а просто снимаем галочку, как было указано на предыдущем слайде. Сняли галочку с библиографии, здесь просто остается черно-белый текст, никаких процентов библиографии не участвуют, но вырезать не надо, потому что система антиплагиат, в том числе, из библиографии вычленяет такие источники, которые здесь в списке появились. И тогда она их помечает особым значком. если, например, вот это красненькое, а такое же название есть в списке литературы, специальный знак укажет, есть такое же название в списке литературы. И эксперту это поможет сделать быстрее вывод, что все-таки это не красное, не что-то предосудительное, не совпадение, а скорее всего цитирование. И цитирование может быть разное, например, косвенное, без кавычек, и тогда его антиплагиат обязательно пометит красным цветом. Вот. Чтобы такого не было, мы призываем снимать те самые галочки, и тогда титульный лист, содержание, библиографию, приложение не включаются в проверку, хотя вот видите определенные такие справочные информационные данные здесь видны, на какой странице, с какую долю занимает, где заканчивается, начинается, антиплагиат подсчитывает, но в расчет процента итога идет только основная часть. То есть только то, что должен был написать человек самостоятельно, принести какую-то научную новизну и так далее, именно вот эта часть и проверяется. Вот это вот одно из самых полезных по мнению наших пользователей новшеств, которые работают в системе антиплагиат уже с конца прошлого года. В декабре мы проводили такой вебинар про новшество и там рассказывали, анонсировали, что будет нового. Следующий, следующий фрагмент, который позволяет нашим пользователям обнаруживать попытки нечестного действия со стороны автора. Это переводные заимствования. То есть не обязательно нам всем быть сразу же полиглотами, чтобы обнаружить, что в тексте присутствуют заимствования из иностранных источников. Вот эта история, я не буду на этом подробно останавливаться, развитие модулей переводных заимствований. В 17-м году появился первый англо-русский, дальше русско-английский и другие, а в 22-м году был введен в эксплуатацию модуль, который позволяет обнаружить переводные заимствования со 100 мировых языков в любых сочетаниях. Хотите англо-русский, хотите французско-немецкий, хотите казахско-итальянский. То есть вот в 22-й год введено вот такое новшество. Ведь, к сожалению, даже не только студенты, а и научные сотрудники пишут в том числе сплогиачены, переводные работы. В e-library, например, обнаружено более 20 тысяч русскоязычных научных статей, содержащих заимствований из англо-язычных источников. То есть вот такие исследования показывают, что грешат, увы, даже взрослые люди, не школьники, не студенты, компиляциями и переводными заимствованиями. И таким образом в 22-м году введенный в эксплуатацию модуль мультиязычных переводных заимствований позволяет обнаружить вот такие вот проблемные места. это скрин реальной работы, взятый из открытых источников. Ничьи права мы не нарушаем, здесь никаких выходных данных мы не оставляем. Работа на немецком языке, заимствование, модуль переводных заимствований показывается из английского источника. Если мы нажмем на специальную иконочку покажите оригинал, как это было до перевода, мы увидим английский текст. То есть здесь может быть французский, может быть итальянский, может быть испанский, то есть 100 мировых языков. Здесь тоже может быть и русский, немецкий, английский, любой. То есть если идут переводные заимствования, антиплагиат с помощью вот этого модуля переводных заимствований обнаруживает, нам подсказывает. То есть к такой работе абсолютно точно надо очень внимательно присмотреться. Следующий момент. Вот это новшество произвело фурор своего рода. Но опять же далеко не каждой организации нужно искать заимствования не только текста, но и изображений. Дело в том, что действительно это новое слово в поиске неправомерных заимствований, в поиске плагиата, использования чужих работ, антиплагиат помогает находить в том числе и изображения, которые были неправомерно взяты из чужих текстов. Ведь дело в том, что научные документы это не только сам текст, буковки, предложения, абзацы, главы, а это еще и коды программ, цитаты, изображения, формулы, данной библиографии, то есть изображений в работе может быть достаточное количество. И с помощью антиплагиата можно выявлять такие заимствования. При этом не важно, что будет сделано с оригиналом. Это слайд из как раз презентации Юрия Чуховича, когда на фотографии получается Лины Сёдерберг было представлено какие могут быть искажения сделанные с тем или иным изображением. Могут зазеркалить, могут перевернуть, могут закадрировать, отрезать какие-то фрагменты, могут поменять цвета. Здесь не совсем видно, но здесь для компьютера цвета поменялись. Качество ухудшить, пропорции исказить. Антиплагиат ищет все вот эти в том числе и уже искаженные в искаженных изображениях тоже находят оригинал. Теперь, где это, как это работает внутри системы антиплагиат? Ну, во-первых, надо сначала работу проверить текст на заимствование, а затем зайти на страничке результатов в специальную вкладку поиск по изображениям и нажать искать, в том числе и заимствование изображений. Проходит какое-то время, система антиплагиат выдает определенные результаты. Она может написать, что нет заимствованных изображений не обнаружено, потому что пока этот модуль наполняется еще, там всего лишь несколько миллионов документов, вернее, изображений пока, по сравнению с миллиардом источников текстовых, там пока всего несколько миллионов изображений, ну, всего, понимаете, да? Как это выглядит может? Посмотрите примеры. в одной из статей вот это изображение приведено как подтверждение, что был взят композит магния, в другой статье это превратилось в композит цинка, а вот в третьей статье это же изображение, ну, просто какой-то неизвестный композит. Одна и та же, одна и та же картинка, одно и то же изображение использовалось в трех статьях и везде было композит, но тут магния, тут цинка, а тут вообще непонятно чего. Следующий пример. Надо сказать, что вот в модуле поиска изображений достаточно много медицинских изображений, потому что это очень важно, в том числе сканы, рентгены и так далее. И вот смотрите, пример. Здесь описание к этим изображениям написано, что это два мальчика 8 и 14 лет, это их рентгены, а вот здесь это 20-летняя женщина, 20-летняя женщина. То есть абсолютно одна и та же картинка, но тут про мальчиков, причем двоих, а здесь это все для женщин предназначено. Опять же, это повод очень-очень задуматься над тем, какого качества данная работа. И помните, мы говорим, что в медицине цена ошибки очень велика. И вот благодаря тому, что система антиплагиат не стоит на месте, а постоянно развивается, меняется и дополняется разными новыми возможностями, она сейчас по праву является системой поиска заимствований номер один в России и СНГ. и она же начинает в том числе и движение к тому, чтобы обнаруживать и нейросетевые тексты. Но прежде чем я перейду к описанию, как система антиплагиат ищет искусственный интеллект, очень хочется остановиться подробнее на нашем курсе. То есть вот сейчас у нас в сети 82 человека, и я бы хотела, чтобы вы внимательно послушали, прислушались, если вы с нами уже более пяти лет, вот вижу, знакомы, начинаете, только то, возможно, вам этот курс будет достаточно полезен, интересен и необходим. Я сейчас хочу показать вам авторов этого курса, в том числе вот ваша покорная слуга, также руководитель учебно-методического центра компании антиплагиат Ольга Беленькая, которая является, как сказать, и мотором, и зажиганием и так далее нашего курса. Ирина Стрелкова, наш представитель в Республике Беларусь, и очень интересный человек, ученый, и она ведет определенные темы в этом курсе, поэтому очень-очень мне приятно ее вам представить. Ну, я также работаю с людьми в сфере преподавания очень давно, с 19 лет, работала в школе, работала в редакции газеты, работала, то есть множество, множество людей встречала на своем пути, и всегда это переходило все-таки к преподаванию. Поэтому объяснять, рассказывать и показывать у меня, в общем-то, получается. Это программа курса, чтобы, например, даже не заходить на страничку, а это отзывы участников. Вот действительно, после того, как мы проводим, выкладываясь по полной вот этот вот курс, мы просим написать честные отклики, отзывы. И если говоря о системе, то выяснилось, что добрые половины ее возможностей я не знала. Моя первоначальная оценка степени владения функционалом системы антиплодиат по десятибалльной шкале была завышена раза в два, говорит Ирина Акчурина. Что касается заимствования, то главные моменты вынесены из курса заимствование, заимствование рознь и понятие заимствования плагиат не тождественное. Ведь очень часто нам пишут из-за вашей системы меня обвинили в плагиате, не разрешили публиковаться и так далее. Дело в том, что система антиплагиат, несмотря на свое такое красивое маркетинговое название антиплагиат, в плагиате это никого не обвиняет. Она помогает найти фрагменты совпадений, в том числе правомерного заимствования, такого как цитирование и самоцитирование, но и неправомерного заимствования. Дальше. Четкая структуризация информации, динамичная форма изложения материала диалога на вебинарах, открытость общения. Мое представление о системе расширилось и углубилось. Марина Соболева. Была важна обратная связь. Правильным решением было взять курс активного слушателя. Вот сейчас поподробнее тоже об этом расскажу. Плюсом был показ различных примеров на вебинаре. Поняла, что управлять в системе это очень ответственная работа. Уже в планах есть разработать регламент, касающийся моего отдела и отдела аспирантуры. Внедрить заявление акции искателей с текстом об отсутствии в диссертациях или в ХР-плагиата чужих текстов Гайнулова, по-моему, Эльмира. Точно не скажу. Так вот, про разные варианты участия в нашем курсе. Сейчас я хочу перейти на эту страницу. Дело в том, что, как говорят, не каждая птица долетает до середины Днепра. Также не каждый, кто интересуется курсом, к сожалению, доходит до конца странички. Вот это вот открытая страница, которую я только что скинула в чат. Современные технологии проверки научных и учебных текстов на заимствование в системе антиплагиат. Начинается, напоминаю, 24 октября. Можно записаться, можно посмотреть программу курса. Здесь более подробно, из чего состоит этот курс. 9 тем, 9 вебинаров, 7 практикумов. Вебинары проходят по 2 академических часа 2 раза в неделю, вторники и четверги. Будут также доступны и записи вебинаров, а после окончания будет проведен еще вебинар вопроса-ответа, такой бонус, где вы сможете задавать вопросы именно по тому, чего, может быть, не хватило на этом курсе. 2 раза в неделю в 15.00 по Москве мы очень рекомендуем присутствовать именно онлайн, не полагаться на записи, потому что, как практика, показывать записи не получается, посмотреть у людей занятых. А если вы выделяете уже в своем графике четко вторник, четверг, в 15.00 в 15.00 масок, то вы там и присутствуете. В данном случае причины выбора, ну, они наглядны. Действительно, они были, этот курс был разработан сотрудниками компании «Антифлагиат» для пользователей. Далеко не все можно рассказать на бесплатных вебинарах, которые мы проводим также для наших потенциальных клиентов. Но если вы уже с нами несколько лет, как вы пишете, то этот курс позволит вам более детально и всесторонне понять, как работает антифлагиат. Актуальность. Будет доступ к системе антифлагиат в УЗ на период обучения, если у вас пока еще его нет. Методическая поддержка, пакет методических рекомендаций, и вы будете выполнять практические задания. Дело в том, что просто посидеть, послушать на этом курсе не получится у тех, кто действительно хочет получить знания и подтверждение государственного образца удостоверения, потому что после только выполнения практикумов это будет доступно. Для кого? Курс для преподавателей, для сотрудников ВОЗов, НИИ, научных руководителей, редакторов научных изданий, библиотек специалистов, то есть всех, кого интересует проблематика академической честности, кто будет проверять работы на заимствование, и после этого курса вы будете более глубоко разбираться в системе антиплагиат, сможете оценить правомерность, выделять искусственно сгенерированные тексты, готовить заключение экспертное по итогам проверки, и сможете настроить, наладить, выстроить процесс проверки работ в своей организации. Мы проводим этот курс на площадке, где же мы сейчас с вами встречаемся, на площадке Директ-Академии. Большое-большое спасибо нашим партнерам. Мы организуем, проводим площадка дружественная. Здесь вот наши напутственные слова. Какие есть формы и стоимость участия здесь вот указана, зелененькая цена, это при оплате до 10 числа, то есть время еще есть, а потом начинается уже обычная цена. Слушатель, активный слушатель, и, то есть, разница есть. Слушатель получает просто сертификат слушателя, активный слушатель, ну, да, он при успешном завершении курса также и активный слушатель сертификат получает, плюс, если выполнены все практикумы на достаточном уровне, мы ставим оценки, да, то и получается удостоверение о повышении квалификации при успешном завершении курса. Удостоверение дополнительно оплачивается и только активным участникам при успешном завершении. Есть скидки для юрлиц, для закрупового участия от двух и более сотрудников и для тех, кто является клиентом компании Антиплагиат 10% юрлицу. То есть вот здесь, вот как я говорила, не все далеко, не все долистывают до конца страницы, как выглядит сертификат, как выглядит удостоверение. Вот все здесь указано. Удостоверение в живом виде, в неэлектронном, это картоночка, я так надеюсь, или бумага, по крайней мере, высылается на адрес организации, которая оплачивает ваше обучение. И вот здесь уже авторы, про которых я вам тратенечко рассказывала, и программа с возможностью подробнее ознакомиться и скачать ее в формате PDF, ну, а также отзывы. то есть, вот теперь мы дошли до конца странички. Я возвращаюсь в презентацию, останавливаю пока с экрана, отзывы участников предыдущих курсов вы получите также вместе с этой презентацией. Ну, а теперь мы поговорим об искусственном интеллекте. Чем может помочь система поиска текстовых заимствований антиплогиат в выявлении искусственно сгенерированных текстов. Коллеги, если интересна тематика, нажмите, пожалуйста, огонечек. В сети у нас 80 человек. Я вижу, кто-то нажал руку, это значит, что просят выйти в эфир. Мы на этом вебинаре в эфир никого не вызываем. Вижу, что 20 человек в 20 огонечках это интересная тематика. Если есть вопросы, пожалуйста, пишите на отдельной вкладочке вопросы над моей головой. То есть, вот это вот все можно будет затем я отвечу на эти вопросы. в конце вебинара. И, да, поговорим сейчас уже о том, как так как антиплагиат помогает в поиске искусственно сгенерированных текстов. Друзья, в системе антиплагиат также используется в технологии искусственного интеллекта. Искусственный интеллект против искусственного интеллекта. Кто кого поборет? То есть, вот как здесь изображение, да, на кулачках дерутся два искусственных интеллекта. И надо сказать, что большинство изображений для этой презентации были сгенерированы в нейросети. Если изображения понравились, могу назвать и что это за нейросеть. Она бесплатная. Итак, искусственный интеллект против искусственного интеллекта. Когда антиплагиат обнаруживает, что в тексте присутствует сгенерированный текст, система обозначает на страничке результата такой документ подозрительным. Внимание, документ подозрительный. Мы видим вот такую информацию, треугольничек с восклицательным знаком. И здесь антиплагиат подсказывает эксперту, нужно к этому тексту отнестись очень-очень внимательно. И сейчас, как это может выглядеть, когда вы увидели такую информационную плашечку красную, такой баннер, да, красный. Подозрительный документ. Система антиплагиат обозначает вот той красной строкой. Когда мы переходим по ссылке подробнее, мы видим вот такой отчет. Он так и называет отчет подозрительный документ. И показывается, на каких страницах были крапления этого искусственного интеллекта. Если мы поднесем мышку к вот этому информационному значку, всплывет небольшое информационное сообщение, что в данную группу входят фрагменты, которые созданы с помощью искусственного интеллекта. О чем это говорит? о том, что этот текст нужно вычитывать с наибольшей внимательностью и тщательностью, нежели этого бы информационного сообщения не было. Потому что антиплагиат не принимает решение за эксперта. Антиплагиат, сказать, намекает, рассказывает, объясняет, что здесь есть подозрение на искусственный текст. И давайте вернемся к тому, что у нас было в начале. Токийские вузы запрещают, Чайна, в общем, в Китае тоже запрещают, Чайна, забыла, как называется, информационное агентство. В России, например, два вуза уже разрешили, вернее, первый вуз РГГУ разрешил защиту такого дипломного проекта, а затем предлагают все-таки запретить использование нейросетей. То есть один проскочил студент, и он сейчас очень хорошо раскручен на территории России и СНГ, занимается своим делом, почивает на лаврах. А МПГУ разрешил использовать искусственный интеллект в своих работах всем студентам, но при этом я так очень-очень надеюсь, что в этом вузе к таким текстам будут относиться с наибольшей тщательностью. Вот. И что же у нас тогда можно? Тамара спрашивает. Хорошо, скажу. Сеть, в которой я генерировала эти изображения по запросу, называется Шедевром. Мне понравилось ее использовать. Она бесплатная. Информация дополнительная по тематике искусственного интеллекта можно получить на видео вебинара, который проводил руководитель компании антиплагиат, чат GPT, ящик пандоры или каша из топора. Это реальная живая ссылка. Сейчас в файлах появилась для скачивания презентация, которая была приготовлена к этому вебинару. Здесь вот эту ссылочку открываете и открывается у вас запись на ютубе, на нашем канале. Хорошее название, очень говорящее. кашу из топора, помните, солдат варил, а хозяйка его подносила то крупу, то соль, то еще что-то, по-моему, какую-то мясную компонент это тоже внесла. Я наизусть не помню, простите. Так вот, чат GPT сейчас похож на кашу из топора, то есть работа с вот этим чатом и другими чатами нейросекривыми похожа на ту самую сказку, когда нужно дополнить многими ингредиентами и компонентами, чтобы получилось более-менее прилично. Еще у нас был вебинар ИИ или не ИИ, то есть это круглый стол был Юрий Чехович и приглашенные спикеры. Вот это тоже запись. Плюс еще достаточно длинная подробная статья на нашем, вернее, на Хабре в нашем аккаунте за кулисами интеллекта чат GPT рассказ о том, как определяют тексты, созданные искусственным интеллектом. Друзья, но, естественно, сейчас мы не сможем раскрывать все-все-все наши секреты. У нас там есть даже и памятка по работе с искусственным интеллектом. Мы большинство секретов будем делиться на курсы повышения квалификации. Это не единственное, что может делать антиплагиат, и мы бы хотели, чтобы вы не представляли антиплагиат, как только программу, которая позволяет найти и тексты. Нет, это гораздо, гораздо больше. Ну, а сейчас вопрос. Такой крещендо, так сказать, вопроса вопросов. Кто же принимает решение о допуске работ с искусственными текстами в защите публикации? Вот пока для себя сформулируете, напишите в чате. А я сейчас открою другую немножечко презентацию. Мне придется пролистать ее много раз. Это то, что вы видели. И вот крещендо. Напишите, пожалуйста, в чате ответ на вопрос. Кто принимает решение о допуске работ с искусственными текстами к защите к публикации? Эксперт, регламент, руководитель ВК для студента. Ага, спасибо за презентацию с таким количеством полезных ссылок. Да, 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 Дина, да. Так вот, да, Таисия, спасибо большое. Друзья, как вы решите, так и будет. Вот здесь как раз тот самый секрет, да, то самое расшифровка. информации допускать или не допускать? 12 человек сказали, да, это неизбежно, 26 сказали, это нечестно. На сию секунду информация вот о том, как вы решаете, да, вот такова. 26 человек, большинство и запрошенных, не все проголосовали 26 плюс 12, да, это далеко не 80, сколько у нас? Сейчас 78, кто-то уже ушел даже, да, но вначале было 86, по-моему, человек. То есть из тех, кто проголосовал, вот такая информация. Как вы, уважаемые коллеги, те, кто принимают участие в формировании регламента, в написании, не знаю, рекомендаций для студентов, для тех, кто, для авторов, которые издают свои научные статьи в редакции журналов, вот как вы решите, так и будет. Потому что негосударственной политики, так сказать, негосударственного регулирования этого вопроса, точно так же, как и про маскировку заимствования, про обманы, про плагиат, на государственном уровне никаких четких распоряжений нет. На государственном уровне пишут, что надо проверять документы, выпускные работы, диссертационные работы, научные статьи на предмет наличия в них заимствований. Но ни проценты, ни какие там, не знаю, карательные, извините, меры, да, предпринимать к нечестным авторам там нет. Поэтому, как вы решаете, так оно и будет. И вот для тех, кто неравнодушен к тематике обнаружения заимствования, кто хочет посетить в том числе очень интересное мероприятие, бесплатное, это не курс повышения квалификации, это конференция, которую в этом году мы проводим уже в восьмой раз, обнаружение заимствования 2023, 19-20 октября, обязательно нужно зарегистрироваться по ссылочке, вот здесь она указана, и когда вы регистрируетесь, у вас уже сразу же становится доступ, 19-20 октября, вы смотрите и программу, программа уже очень в ближайшее время появится на этом сайте, сейчас не знаю, получится у меня скачать, нет, да, вот, да, ссылочку, чтобы в чат вам сразу же скинуть, вот, оп, копируем, отправила, это регистрация, регистрация бесплатная, участие бесплатное, и можно поучаствовать определенные из дней, в зависимости от того, какие спикеры вам более интересны, снова напоминаю, что мы вас ждем на курсе повышения квалификации, сейчас у меня информация сейчас вот на этот момент исчерпана, я перехожу на страничку, где вы задавали вопросы, и отвечаю, Таисе, пора, возможность не включать в проверку в системе антиплагида определенные разделы работы, а если список литературы был взят из другой работы, либо в приложении есть заимствительные фрагменты, а ведь проверяющий изначально не стал включать в проверку эти разделы, как быть? Проверить повторно. Здесь решайте вы, то есть как, если у вас есть подозрение, что эта работа настолько, настолько некачественна, что может быть то, что вы описали, вы загружаете в проверку ее полностью, не снимаете галочки, но если каждого так подозревать, то, ну, как минимум, тогда каждую работу нужно проверять два раза, поэтому вот вариант сейчас, если у вас есть подозрение, изначально, что работа низкого качества, вы не снимаете галочки, а если нормальный автор, нормальный студент, то можно и галочки снять. Таисия продолжает. Второй вопрос. В ряде зарубежных научных журналов уже появилась информация о необходимости использовать, указывать про использование технологии ИИ в разделах благодарности и методы. Ваше отношение к этому как сотруднику компании «Антиплагиат». Вот здесь я английский текст не прочитаю, потому что мы английский, к сожалению, далек от идеала. Так вот, указывать можно что угодно. Кто потом будет нести ответственность, если вдруг искусственный интеллект написал не то, что на самом деле? Ответственность будет нести, будет нести, естественно, человек автор. Ссылаться на искусственный интеллект можно, но ответственность лежит на человеке, на авторе, на эксперте. Не надо говорить, а это я не сам, это вот оно виноват, кто-то там, неизвестно кто. Как в той самой рекомендации для авторов, для редакторов, для рецензентов указано, что автор несет полную ответственность и эксперт тоже должен это иметь ввиду. Марина Иваненко. Ряд журналов ВАК предлагает проверять оригинальность текста по ссылке в текст.ру. При введении текста на проверку дважды, чтобы ввести процент оригинальности в проверке показат разный результат. Как правило, процент трудной проверки снижения процента. Какой сайт по проверке оригинальности по вашему мнению наиболее объективной проверки? Ну, Марина, как вы думаете, что может ответить человек, работающий в компании Antiplogiat? плохие слова, но бесплатные сайты, знаете, как говорят, если вы не платите за продукт, вы и есть продукт. Куда деваются затем эти тексты, которые вы так радостно, бесплатно загрузили на текст.ру? Подумайте, пожалуйста, где они всплывут и сколько денег за вашу выстраданную работу будут получать такие дельцы от этого сайта. Таисия, авторы работ несут ответственность, конечно, согласно с вами. Да, ну, это уже не вопрос, это уже примечание. Коллеги, ну что же, время нашего вебинара подошло к концу. Спасибо вам большое за внимание. Ждем вас на нашей конференции, ждем вас на нашем курсе. То есть, вот так вот жиленько, за час, что могла быстро донести до вашего сведения. Я это сделала. вижу, да, вы прощаетесь, говорите спасибо. Большое-большое вам всем спасибо за внимание. До новых встреч, надеюсь. До свидания. Будьте здоровы и счастливы. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok